МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начнем с репортажа из Гориса, города в Армении, куда через Злачинский коридор последние дни выходит из Нагорного Карабаха армянское население. Карабах, официально принадлежащий Азербайджану, но населенные преимущественно этническими армянами при распаде СССР, стал местом кровопролитного конфликта. В первой войне в начале 90-х победила Армения, взявшая под контроль не только Карабах, но и прилегающие территории Азербайджана, откуда были вынуждены бежать сотни тысяч азербайджанцев. Во второй войне почти 30 лет спустя победил Азербайджан. Армения признала, что Карабах принадлежит Азербайджану, но в течение следующих трех лет он оставался под контролем местных армян. В сентябре 2023 года Азербайджан провел новую операцию, в результате которой Карабах перешел под его полный контроль. В последние дни, опасаясь этнических чисток и не желая жить под властью Баку, Карабах массово покидают этнические армяне. Азербайджан разрешил им выйти через Лачинский коридор в Армению, задерживая при этом бывших карабахских руководителей, в частности бизнесмены и экс-главу правительства Рубена Варданяна. В Горисе свидетелем драматического исхода армян из Карабаха стал корреспондент Радио Свобода Антон Парваткин. Вот эти картинки, которые мы видели в последние дни, вот эта дорога, забитая рядами машин, выезжающих из Карабаха, это продолжается или вот этот поток начинает иссякать? Это продолжается. Из Гориса, конечно же, это не видно. Это можно было понять. Я здесь был в первые дни, когда через сутки, после того, как открыли возможность для карабахских армян выезжать на территорию Армении, и разблокировали Лачинский коридор, тогда машины ехали периодическими такими колоннами в сопровождении полиции. Там говорили беженцы о том, что азербайджанцы досматривают их. Сейчас говорят, что они уже практически никого не досматривают, они просто быстро осматривают машину, спрашивают, есть ли какое-то оружие, и быстрее-быстрее проезжай, потому что, ну, очевидно, все понимают, что слишком много. По тому, что я видел вчера, сейчас, допустим, по трафику в стороны Еревана, очень много машин. Целые колонны небольшие. Люди выстраиваются, как-то объединяются, едут. И в сторону Еревана сейчас тяжелее ехать, много пробок. В сам Горис постоянно прибывают автомобили. Все дворы, все улицы, все заставлено машинами. Либо автобусами, которые привозят людей из Степана Керта. Я сюда приехал поздно вечером. Вчера было некоторое затишье. К точке волонтеров, в которыми я приезжал сюда, к Красному Кресту, приходило не очень много человек. В основном те, кто приехали на машинах, ночуют здесь в машинах своих же. Получить какую-то помощь, горячее питание и так далее. Ночь также прошла тихо. С утра начался поток. И вот последние 3-4 часа автобусы привозят людей без остановки. То есть где-то полтора часа назад, наверное, 5 или 6 больших автобусов рейсовых, высадили людей, несколько газелей, микроавтобусов. Они уехали. И вот буквально прямо сейчас, в эти минуты, приехали еще 6-7 больших рейсовых автобусов, с которых уходят люди. Вся площадь, это все происходит в центре Гориха. Площадь Вены здесь, вся площадь в беженцах. Утром сообщили, что Карабах покинули больше 80 тысяч человек. По оценкам, там было от 120 до 150 тысяч. Если оценивать количество людей, которые ежедневно уезжают оттуда, то еще несколько дней и Карабах целиком упустеет. Да. Я разговаривал с беженцами. Сейчас в основном всех увозят из Степанакерта. Города, которые были на линии разграничения, Мартуни и так далее, они опустили. Когда вы разговаривали с людьми, не спрашивали их, есть ли у них знакомые или родственники, которые решили остаться в Карабахе? Или это полный исход? Я спрашивал их о том, почему они не остались там, самих людей. Верят ли они заявлениям Азербайджана об интеграции и так далее. Все армяне, и как местные армяне, которые на Армении, и армянское население Нагорного Карабаха. Все, как один, говорят, что уедут все. Жить с ними никто не хочет и не будет. Одна из причин – это никаких гарантий безопасности. В частности, один из моих собеседников сказал, что я ударю азербайджанца, мне дадут 20 лет, а он меня убьет и скажет, что я виноват. То есть нет гарантии безопасности, справедливого суда, равного отношения к людям. Они в это не верят, поэтому они уезжают. Второе – это, конечно, личная какая-то неприязнь. То есть у многих погибли родственники, друзья, и они не готовы с этим мириться как-то и жить вместе. Вот эти 80 с лишним тысяч человек, которые уже выехали из Карабаха, они, наверное, как-то растекаются дальше по стране. Трудно себе представить, что Горис может принять такое количество людей. Горис полностью уже под завязку забит. Здесь нет ни одного свободного места, ни в одном отеле, гостинице, хостеле и так далее. Местное население размещают у себя. Карабахские армяне, которые, допустим, застряли здесь после начала блокады и как-то уже обжились, они размещают у себя родственников. Правительство Армении говорит о том, что будет заселяться карабахскими армянами Сюникскую область, Сюникский регион. Часть Армении, которая идет в сторону Ирана и находится между Нахидживаном и Азербайджаном. Значит, планируется заселять в Горисе, в Сесане, Мегри. Это все города в этом регионе. В Ереван говорят, что вроде как специально расселять не будут по каким-то правительственным программам, потому что в Ереване уже нет места. И, возможно, они думают о том, что столица не может не выдержать. Сами беженцы, у кого есть возможность, кто на машинах, они едут в сторону Еревана. И когда я ехал сюда вчера вечером, то это целые колонны. Там 10-15 машин с карабахскими номерами. Но там даже не нужно смотреть на номера. Если вы видите машину, к которой к крыше привязано огромное количество вещей, самых разных, это беженцы. В Горисе гуманитарная ситуация нормальная? Там хватает при таком наплыве беженцев воды, еды, базовых вещей? С этим проблем нет. И тут развернулись программы ООН по беженцам, программы ООН по предоставлению еды. Красный Крест работает, работает несколько волонтерских организаций. Там французская организация СОС. Фонд ЭТОС – это фонд, основанный россиянами, переехавшими после начала войны в Украине, в Ереван. То есть люди равномерно могут получить помощь везде. Да, очевидно, что, допустим, вот сейчас в одном из фондов полностью закончились продуктовый набор. И они не могут сейчас выдать одержанность. То есть они могут какие-то снэки дать, и волонтеры отдают там какие-то свои пайки. Но в целом каких-то пустых полок в магазинах я не видел. И очевидно, что если даже задний что-то разбирается, то потом быстро все это подводится и восполняется. Это был корреспондент «Радио Свобода» Антон Парваткин. А мы продолжаем обсуждение темы с обозревателем «Эхо Кавказа» Вадимом Дубновым. Есть ли шанс, что в Карабахе останутся хоть какие-то армяне? Это очень трудно, за свой прогноз, потому что очень трудно, просто оценить эти цифры, потому что мне всегда казалось, что цифра 120-150 тысяч несколько завышена. Мне казалось, что их меньше. Ну, либо их действительно было, больше я присолагал, я оценивал примерно 70 тысяч. Я просто считал по населению районов, а либо эта статистика была неверна, либо эта цифра дает пересекаться. Но в любом случае это чудовищный исход. Но вот в любом случае масштабы этого совершенно невероятны, по моему всему временам. И здесь, мне кажется, надо просто оценивать по такому-то моменту, по времени. Потому что сейчас люди уходят, потому что они боятся. Это, понятно, реактивная тревога. Потому что они не знают, как будут себя вести азербайджанские войска, азербайджанские странные структуры. А вообще люди, которые будут возвращаться в эти места, или приезжать в эти места из Азербайджана, они не знают, будут ли они вести. Кроме этого, объективно, реактивные вещи, Азербайджан действительно в последние месяцы взял все в своей риторике, в своих поступлениях, для того, чтобы аргенская среда Карабаха была встревожена. Разговаривали с ними не как с будущими гражданами, а как с завоеванным населением. С другой стороны, никто не знает, как будет дальше. Никто не знает, как будет реинтеграция. Армения совершенно не логистически, не технически, а невозможно даже политически, не готова к этому кризису. У меня знакомые, которые делают из Карабаха, с одного, чего они ночуют в машинах, они едут из Гориса дальше. Они добирают на Гереван, на Гереване. Их тоже особо не ждут. Они едут в граждан, там, какие-то системы распределения по приграничным территориям, по другим городам. Поэтому это не всегда очень тяжело. И это тоже фактор возможного возвращения в Азербайджан. Но как оно может происходить сейчас, предстоящее довольно трудно. Поэтому я думаю, что все как бы здесь нужно оценить по шкале кратковременной, да. Если тогда пройдет вот первый страх, первая тревога, вот первый ужас и первый ненависть, да, потому что это безусловно понятно, потому что люди сходят реально. Нет, кто-то останется в Карабахе. Кто-то останется. Люди, вот сейчас есть кадры из Кутамакерта, к примеру, где мы видим, что есть какие-то люди на улице, и ходят где-то машины. Азербайджан, с одной стороны, насколько можно видеть, подает сигналы мировому сообществу, что вроде и миссию наблюдательную готов, и некую программу реинтеграции. Но при этом, с вашей точки зрения, Азербайджан хотел бы, чтобы армяне уехали, и поэтому ведет себя по отношению к ним так, чтобы максимальное количество армян уехало. Я думаю, что Азербайджан хотел бы быть в компромиссной модели. Он хотел бы, чтобы достаточно большое количество армян уехало, контрольный пакет, чтобы количество тех, кто осталось, было достаточным для того, чтобы считать этот регион непокинутым, и достаточно опустевшим для того, чтобы, в общем, это была, как можно, меньше головная боль для центральной власти. Но я думаю, что уехало больше уже, чем рассчитывал Баку. Сейчас они, я думаю, будут, как-то снизить, во-первых, снизить этот поток, но уже снизить невозможно, и как-то привлечь каких-то людей, которые бы, чтобы они возвращались. Я думаю, что, скажем так, на скидку, на треть сохранилось в армянское среднее Карабаха. Я думаю, что Азербайджан пополнил, что это было бы показателем того, что это не геноцид, не этническая чистка, не вручу всей страшной вещи, а это действительно не геноцид, и не этническая чистка, как ни крути. Но еще раз говорю, это и не добровольный исход, что, собственно говоря, и будет подтверждать количество тех, кто там может быть останется. Я полагаю, что все-таки достаточно какая-то часть людей, которые будут реинтегрироваться, и которые оправдают своим количеством и самушительной реинтеграции. Я думаю, что что-то там такое останется. Я хотел спросить теперь про армянскую сторону. Смотрите, был арестован Варданен, доставлен в Баку, ему предъявлены обвинения. С этим все понятно. Он сложная фигура в этих отношениях. Но мне вчера произвело впечатление вот это решение Давида Бабаяна сдаться азербайджанским властям, потому что он сказал, что иначе армянский народ Карабаха пострадает. Как бы вот так вот со стороны кажется, что у него в голове есть, что армянский народ Карабахи останется? Трудно сказать. Мне кажется, что сейчас эти люди решают вопрос своей личной безопасности. Здесь тоже опять очень трудно что-то прогнозировать. Но мне кажется, что вполне возможна какая-то договоренность между Россией и Баку, возможно, в таком степени с Ереваном. Кстати, Ереван здесь, в общем, не очень субъектная сторона. О каком-то, возможно, сценарий, который более-менее компромиссный, скажем, с возможной амнистией кому-то, с возможным послаблением или еще чем-то. Потому что мне кажется, что, когда взяли в Арданьян, я обратил внимание на смену тональности очень многих азербайджанских телеграм-каналов, которые, в общем, ну как вы потерпите сказать, знают, что говорят, когда они, что предполагают. Они как-то сразу заговорили о том, что Арданьян не такое большое зло, что он не так много бедствует на азербайджанском народе, не успел и так далее. Появил сражение, что, возможно, была какая-то мысль о том, что его отпустят. Не сразу. Возможно, на 3-4 месяца это. Он будет сидеть. Может быть, даже будет суд. Но потом, после приговора, возможно... Вот это как бы один из вариантов развития событий. И, возможно, вот эту схему каким-то образом укладывается и предположение Давида Бабаяна. Непонятно, как отпускают людей. Потому что, вот, скажем, Давид Бабаян и Арданьян, они все-таки чумуются. А вот, скажем, людей, которые воевали, реально воевали, их отпустили. Это, во-первых, сам Бабаян и Карамиджиловяна. Это серьезные... Самый Бабаян вообще легенда Первой войны. Карамид Бабаян, в общем, реальный, как бы, полевой командир. Называют такие, только с такими определениями. Люди высшего военного шлона. А их отпустили. Все это наследие десятилетий вражды. А у них нет никакого взаимного доверия. Нет никакого доверия со стороны армян-азербайджанцев. Несмотря на этот градус ненависти и общего недоверия, был ли за последние годы момент, когда можно было бы договориться о чем-то промежуточном, чтобы не было вот такого массового исхода? Развязка была понятна еще три года назад, когда закончилась трехочередневная война. Было понятно, что к этому все может прийти, если чего-то не предпринять. Потому что уже тогда, во-первых, нужно было искать какие-то возможности, договоренности. А с Карабахом, когда у тебя нет видов на победу, нужно искать какую-то щадящую формулу поражения. Но это все понимали, но никто не брал из себя тут. И это было ужасно. Совершенно не наблюдать, потому что все прекрасно понимали, а и все приносили в жертву Карабаха. Проблема в том, что в этой истории нету хороших и плохих. Здесь все плохие. И здесь можно испытывать, и нужно испытывать, да, вот подкрадание к людям, к десяткам тысяч людей, к Карабахам. Но их просто, ну вот, они оказались заложниками не только Баку, но и в большой степени Ереван. Их обманули. Все знали, к чему идет дело, но их вернули после нашей четвертой войны. Они рекламировали, поощряли их возвращение, они рекламировали их свадьбу, как будто бы этот героизм, что они продолжают, значит, пускать корни в эту землю, которая, вообще говоря, уходит из-под дна. Но с каждым делом все было все хуже и хуже. В Армении отказывалось от любых предложений Азербайджана, которые становились все более жесткими, конечно. Азербайджан, безусловно, вел себя, исходя из принципа «Гори побежденным», но и этот принцип реализовывался постепенно. В общем, в начале даже говорили о культурной автономии три года назад. То есть статус, конечно, никого не был, но можно было о чем-то говорить. И когда Варданян приехал в сентябре прошлого года, это было еще то время, когда можно было обсуждать, когда можно было достичь мирной формы, более мирной. Вот компромисс. И, в общем, мне казалось, что Варданян, собственно, для этого приехал. И мне кажется, что не только мне, потому что первые недели его пребывания в Карабахе, а Баку с любопытством наблюдал за тем, как он себя ведет. И когда Варданян превратился в Че Гевару, это был довольно неожиданный для всех. И тогда уже Баку обрушил на него всю мощь всенародной ненависти. Но сначала, мне кажется, что все были возможности, и поэтому Варданян сыграл совершенно не в своей группе. Он все, что мог, уже играл. И я думаю, что вот то, что началось после этого... Я не скажу, что Варданян спровоцировал кризис. А кризис спровоцировал, прежде всего, официальный Ереван, который постоянно уходил от ответственности за судьбу Карабаха. Он признавал, что Карабах – это Азербайджан, но он не шел дальше. Он не шел на формализацию его признания, он не шел на обсуждение формата Карабаха внутри Азербайджана, потому что вот он боялся того, что выйдет оппозиция на площадь, а вот она вышла, ничего страшного. Для власти не произошло. По крайней мере, с тем, что испытывают люди сейчас на дороге из Карабаха в Армении. Считаете, что Баку мог бы договориться на середине? Это можно было сделать без войны. То, что случилось сейчас, это стало вершиной вот как бы в процессе... А по сфере ненависти, взаимной совершенно. Потому что ненависть росла с каждым днем. Азербайджанцы чувствовали приближение того момента, когда, значит, уже они будут отмущены и выходить вместе, значит, с припощрением власти. Раскручивался в риторическом плане на всю катушку. Соответственно, армяне вспомнили все свои комплексные мифы. А вот, и поэтому этот накал нарастал. И чем больше он нарастал, тем больше боялась и реванская власть сделать хоть какой-то шаг в понимании того, что надо делать. А натянуло время. Это стандартное такое представление о решении Карабаха в конфликтах. Каждая армянская власть, не только Пушиням, они, в общем, понимали, что это надо как-то решать. Но после Леона Трекатрафена все, кто проходит в Армении, они все были готовы передать это по наследству тому, кто будет когда-нибудь после них. И поэтому это все, я думаю, сейчас Пушиням платят и по счетам старым, и по собственным, конечно, тоже. Я думаю, что здесь огромное ответствие именно на официальном реване. Это был обозреватель «Эхо Кавказа» Вадим Дубнов. Вы слушаете информационный дайджест радио «Свобода». Ежедневные сводки с фронтов войны в Украине не часто содержат сообщения о значительном продвижении войск, прорывах и чем-то столь же заметном. Часто сводки сводятся к скупым сообщениям. У Бахмута и Работного тяжелые бои. Украинское наступление продолжается уже 4 месяца. Продвижение на разных участках исчисляется километрами. Кто-то критикует наступление замедлительности или говорит о его провале. Кто-то замечает, что стратегию украинских сил истощить российскую оборону и лишить ее артиллерии, чтобы создать условия для будущего прорыва по направлению к Азовскому морю. Впрочем, для этого нужно, чтобы пока украинские силы прорывают одну линию российской обороны, Россия не успела подготовить новое. Однако для солдат война – каждодневный смертельно опасный труд, который не попадает в сводки. О буднях украинских солдат с одного из самых тяжелых направлений – Бахмутского. В репортаже корреспондента Настоящего Времени Андрея Кузакова. Участок фронта, который обороняют эти бойцы, еще полгода назад был одним из самых горячих. Рядом Бахмут, Солидар, Северск. Сейчас здесь российские войска поутихли, и война стала позиционной. По фронту растянулись километры окопов, из которых украинские и российские солдаты пытаются нанести друг другу максимальный урон. Здесь они не могут пройти, сколько они не пытались. За год на участке фронта, что мы держим, они прошли буквально две посадки, а людей они потеряли много. Дмитрий рассказывает, что бывали случаи, когда российские военные за ночь могли потерять 90 человек. По докладам бывало такое, что за одну ночь уничтожалась примерно рота. Это двухсотые, трехсотые. Были такие массированные штурмы. Но и украинские военные стараются вести себя аккуратно. Пытаются ребята совершать минимум перемещений. Все делается только по команде, потому что не нужно показывать противнику свои позиции. Игорь говорит, что противника недооценивать не стоит. Тут он ведет себя тихо, а тут раз – и пошел на штурм. Это полноценный, опасный противник. Его недооценивать себе дороже. Можно поплатиться жизнью за это. Нет такой возможности встать и сказать, я здесь воин, и все. Надо бояться. И надо, как бы это ни звучало странно, уважать их, понимая, что это человек, у которого есть ум, который хочет тебя убить. Хотя, как рассказывает Игорь, российские войска часто совершают ошибки. Даже их офицеры. Опять вспоминает курьезный случай. Игорь утверждает, что очень часто российские солдаты пытаются повторить тактику украинских военных. Например, дронами скидывать гранаты. Они используют консервные банки. Просто за счет силы тяжести кладется граната, снимается чека, дрон переворачивается, и за счет силы тяжести граната выпадает, куда им нужно. Но что-то пошло не так. Дрон перевернулся полностью и вместе с гранатой упал. Ребята гранату себе забрали, затрофеяли, а дрон перепрошили. Теперь он работает на нас, летает в небе за нас. После отдыха и тренировок через несколько дней те военные вернутся на позиции. Это был репортаж корреспондента Настоящего Времени Андрея Кузакова. В завершении обсудим недавнее заявление президента Казахстана Касым Жамар Такаева во время визита в Германию. Он пообещал, что Казахстан будет следовать западным санкциям против России. А Казахстан вместе с другими центрально-азиатскими странами один из путей доставки в Россию запрещенных технологий. С начала войны импорт западной электроники в Казахстан заметно вырос. Британская газета Guardian на днях сообщила, что ЕС пригрозил запретом на продажу западных комплектующих третьим странам, чтобы заблокировать их использование в дронах, которые Россия использует на войне в Украине. В частности, что Иран получает компоненты для производства дронов через такие страны, как Турция, Индия, Казахстан, Узбекистан и другие. Впрочем, вместе с заявлением о готовности следовать санкциям Такаев подчеркнул, что Казахстан не является, как он выразился, антироссией. И выразил готовность к сотрудничеству с Москвой и сказал, что у него нет опасений в отношении территориальных притязаний со стороны России. Этот букет заявлений мы обсуждаем с главным редактором казахской службы «Радио Свобода» Мухтаром Сингербаем. В первых дней войны власти Казахстана придерживаются именно этой позиции. Потом уже мы стали понимать, что Казахстан пытается придерживаться санкционного режима западного и в то же время иметь хорошее отношение с Россией. Но это понятно для аудитории Казахстана, потому что мы к этому уже привыкли. И несколько раз такие заявления были сделаны. И последнее, я помню, было сделано в июне этого года. Тогда еще заместителем премьер-министра Жумангариным. Он сказал, что они пытаются придерживаться всех требований Запада, но у них не получается. То есть он где-то уже косвенно признался, что даже несмотря на то, что они пытаются, у них не получается из-за того, что большой товароборот. И многие из этих товаров, они двойного назначения в том-то и проблемы. Да-да-да. И я видел в том числе и на сайте казахской службы, я видел расследование о том, как внезапно вырос импорт электроники с Запада и бытовых приборов, и экспорт в Россию. И это не только Казахстан, это вся Центральная Азия. То есть внутри Казахстана есть понимание, что Казахстан является вот этим перевалочным пунктом. Ну я не думаю, что прямо вот все население Казахстана это понимает. Но в большинстве своем, то есть те люди, которые более или менее интересуются этими вопросами, они понимают, что это практически невозможно. Потому что очень большой товарооборот и Евразийский экономический союз, который дает им возможность заниматься этим легко, да. Поэтому есть такое понимание, и в принципе уже сложилось такое. В патриотическом российском сегменте есть нарратив такой, что сейчас Украина, а там, глядишь, и иные вспоминаются, что на севере Казахстана есть русскоязычное население. Опасаются ли внутри Казахстана Россия в этом отношении? Опасаются еще как такая вот, скажем так, либеральная часть населения. Они придерживаются такого взгляда, которого говорится уже не только в Казахстане, а вообще в постсоветском пространстве, что Казахстан — это вторая страна после Украины, на которой, может, Россия предъявляет какие-то претензии, да. Но это очень аргументированно, очень обоснованно. Это говорится и во всех кругах, и в научных кругах, и в простом обществе. Поэтому это большое опасение, да. Когда Такаев говорит, что Казахстан является антироссией, он пытается успокоить Россию и сказать, не-не-не, мы не против вас, да. Ну, это тоже неудивительно. Он это говорит везде. То есть где у него есть возможность об этом говорить, он всегда это говорит. И это тоже неудивительно. То есть два разных месседжа для двух аудиторий. И, в принципе, мне кажется, это единственная позиция, к которой он может придерживаться именно сейчас в таком положении. И опасения, они не напрасны, потому что, я имею в виду, в казахстанском обществе, если вы помните, были заявления депутатов Государственной Думы, очень жёсткие заявления. Это члены «Единой России». Они говорили о том, что Казахстана не существует. То есть такого рода месседжи очень часто. И они будоражат, каждый раз будоражат. И такое есть понимание, что это говорит Кремль устами этих людей. То есть неформально. И в то же время, если вы помните, Путин сам делал такие заявления. Не в адрес Казахстана вообще. То есть он точь-в-точь повторял те же слова, что говорил Назарбаев раньше. Что государственности не было у Казахстана. Он его создал. Это было такое заявление Назарбаева. Он почти каждый раз это делал. То есть он создал государственность просто... А с точки зрения Путина, это означает, что... Да. И Путин это просто повторил. И потом пошли какие-то между странами какие-то перепалки, неофициального уровня. И потом Казахстан вдруг начал праздновать 550-летие создания казахского ханства. И это совпало. После всех этих заявлений в Казахстане начали праздновать государственность. Мне кажется, это такое перепутье, где и с теми, и с другими придётся как-то дружить, и ладить отношения, и не обижать, скажем так, и ту, и другую сторону. Но мне кажется, в этом вопросе получается у Казахстана всё меньше и меньше возможностей так... Лавировать. Лавировать, да. Беседы с Мухтаром Сенгирбаем. Мы завершаем информационный дайджест «Время свободы». Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Валентин Барышников. Студия подкастов «Радио Свобода». Субтитры подогнал «Симон» С вами был Игорь Негода. Продолжение следует...